МИНИФУТБОЛ Торжественное открытие турнира украсило выступление танцевального коллектива «Радуга» из Калычевского интерната. В первый день соревнований строгому жюри в ходе отборочных матчей предстояло определить полуфиналистов, а на следующий день выбрать абсолютного чемпиона, который затем вместе с финалистами из пяти остальных федеральных округов России отправится на международные соревнования в Польшу. На этом поле сразятся команды из 13 интернатов Центрального федерального округа за звание чемпионов. Участники готовились к мероприятию целый год. Турнир проводится в соответствии с правилами ФИФА с небольшими изменениями. Возраст участников от 14 лет, верхней границы нет. Они, конечно, не профессионалы, но, как и их футбольные кумиры, отдают всего себя игре и готовы тренироваться хоть каждый день, чтобы показать хорошие результаты на поле. Алексей Шохин из Егоревска уже 4 года занимается футболом, без которого не мыслит своей жизни. Я хочу когда-нибудь в жизни, мечта, конечно, я не хочу, а мечта, попасть в сборную, в сборную, цели такие. Я, будем говорить, так остро нападающий, как Артем Дзюба, значит, игрок «Зенита». Я его очень уважаю, вот они сейчас чемпионы стали у нас. И вот я цель, роль его играю, только лишь его. Я болею за «Зенит», команду, но лично за игрока 22 номер. Николай Береговой судействует на турнире уже 15 лет. Говорит, такие мероприятия, как воздух, необходимы людям с ограниченными возможностями здоровья. К тому же они могут открыть дорогу способным игрокам в большой спорт. Есть ребята талантливые, очень талантливые ребята. Ну, я не знаю, там, именно в таком футболе, понятно, они звезды уже сегодня. Какая дальнейшая судьба, очень сложно сказать, но есть перспектива. Организовалась сейчас в мире Всемирная лига чемпионов равные возможности. В которой ребята смогут играть и среди своих команд вплоть до выходить на чемпионат мира среди всех континентов. Живое подтверждение этим словам Виктор Пуртов, который начинал как рядовой участник соревнований в далеком 2003-м. А со временем дорос до тренера и получил высшее образование в области спорта. В 2007-2009 я в Польшу ездился вроде бы. Вроде что такое? В составе команды победитель? Да. Ну, это результат, да? Ну, мои ребята первый раз, когда поехали, третье место заняли, а второй раз поехали, уже, конечно, первое место. С этими ребятами мы второй раз едем. Ну, в этот раз мы сделали сборную с Иванчинским интернатом, объединили. Помимо самих соревнований на стадионе проходили веселые старты. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по зумбе и йоге. По итогам финальных матчей второго дня защищать честь России на международном турнире в Польшу поедет сборная Калычевского ПНИ. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин, ВИДНЕТВ. Субтитры подогнал «Симон»